Добрый день, дорогие друзья! До 90-х годов XIX века и Архангельску, и Вологде было совершенно безразлично, к какой губернии относится Ухта. Как писал Александр Савич Панкратов, людей на Ухте всегда было ровным счетом полтора человека, а нефть была признана негодной к употреблению. Но вдруг Ухта стала Баку, Пенсильванией, золотым дном, из которого никогда не вычерпаешь всех сокровищ. Вопрос стал серьезным. Приятно же, когда в Петербурге в каком-нибудь департаменте произойдет вот такой разговор. Кто это такой, Фендриков? Это тот вашество, у которого нефть открылась. А, помню, помню, помню и ценю, ценю и награждаю. Поэтому в последние годы над Севередиком во все трубы трубят. Ухта, ухта, ухта! Пишут книжки об Ухте, устраивают павильоны на выставках. Знаменитая бутылка с ухтинской нефтью на Казанской выставке стоила земству одну тысячу рублей. Ездят в Петербург, докладывают. Все это, конечно, во имя интересов Родины в целях экономического подъема края. Только не разобрать в этом шуме, где интересы Родины, а где чины и ордена. В связи с этим возник вопрос, какой губернии Ухта. Вологдец заявляют, наши, конечно, довольно даже странно думать иначе. А патриоты Архангельской губернии говорят, нет нашей. Удивительно, даже смешно возражать против этого. В 1907 году Вологодский губернатор Хвостов решил посетить Ухту для того, чтобы развеять сомнения и заявить. Но не поедет же в самом деле губернатор обозревать чужую губернию. Это было бы уже верхом беспорядка и внесло бы смоту в умы. Вместе с губернатором Хвостовым в экспедицию отправляется русский художник, пейзажист, исследователь, путешественник Борис Васильевич Бессонов, описавший в своей книге «Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам на реку Ухту, далекий, малоизвестный, очень интересный и казавшийся нам таким таинственный край, которому, вероятно, предстоит сыграть немаловажную роль в жизни не только нашей губернии, но и всей России». Книги Бессонов объясняют, каким образом в те времена происходила выдача заявочных свидетельств на добычу нефти. Всякие желающие заняться добычей нефти, прежде всего, отыскивает такое место, где есть надежда получить нефть. Отыскав такое место, он отмечает его постановкой столба, рассчитывая, чтобы площадь, ограниченная четырьмя сторонами, не покрывала собой соседних заявленных таких же площадей. Ограниченное пространство представляло собой квадрат со сторонами в 300 сажень. Площадь такого квадрата равняется 37,5 десятин. Под каждый столб, во избежание попыток занять заявленную же площадь, закапывают в глубокую яму какой-нибудь неуничтожаемый знак, например, железную доску с буквами или бутылку с запиской, по которым может быть впоследствии удостоверен истинный хозяин заявки. Обозначив таким образом желаемое место, предприниматель подает Вологодское управление земледелия и государственных имуществ заявление зачисления за ним намеченного места, причем обязан точнейшим образом обозначить положение поставленного им столба. После этого управление наносит заявленную площадь на карту, и если новая заявка не покрывает сделанных уже заранее, территории выдает разрешительное свидетельство за уплату по одному рублю за десятину, то есть за всю площадь 37 рублей 50 копеек в год. Теперь предприниматель имеет право на всей этой площади производить изыскание, то есть пробовать бурить в разных местах, пока не окажется нефть. Когда будет найдено подходящее место, подается заявление уже об отводе, и тогда командированный землемер нарезает из всей заявленной площади отвод по указанию и желанию предпринимателя, но не более десяти десятин. Этот отвод предприниматель может уже эксплуатировать. Бессонов пишет, что на промысле они нашли такого землемира из Архангельской губернии, сравнили его карту и свою карту, и наткнулись на совершенно необъяснимое явление. И на его карте, и на нашей чертеж границ и тождественен, и разница на карте только та, что у него зарисована Архангельская губерния, а Вологодская оставлена белой, а у нас наоборот. И вот, руководствуясь своей картой, Архангельское управление выдает свидетельство на заявки заведомо Вологодской губернии и наносит их на карту на той самой части, которая у них не закрашена, и на которой крупными буквами написано Вологодская губерния. Когда мы сложили карту нашу и Архангельскую, то воочию убедились, что заявки Архангельского управления и Вологодского во многих случаях друг друга покрывают. Панкратов также описывает эту проблему. Ухта вся в лесах, есть там лесничество. Как же они делят свои территории? Достали карту. На ней проведены две губернские межи. Вологодский чиновник нанес на ней межу так высоко, что включил в пределы своей территории почти всю Ухту. Архангельский опустил так низко, что Ухта осталась целиком в его губернии. Если откроется промысловая нефть на Ухте, говорил Панкратов, министерству юстиции придется выделить особый Ухтинский окружной суд. Так много будет судебных процессов. Вологодское земство два раза ходатайствовало в Петербург о точном разграничении губернии и о причислении всего нефтяносного района к Вологодской губернии, но так и не получило ответа. На самой Ухте, писал Панкратов, все признаки Архангельской губернии. Когда экспедиция губернатора Хвостова прибыла в Ухту, с него содрали 80 рублей за переволок лодок за 6 верст. Чужой ведь губернатор, сказали они. А когда арестовали господина Альбертиния, жившего тогда в избе покойного Сидорова, его отправили в Усссельюмскую, а не в Сесольскую тюрьму. Уссельма входила в Архангельскую губернию. Альбертиния на Ухте называли Диким Барином и Грозой здешних мест. Он был бывшим рабочим Ганнсберга, а потом князь Мещерский пожаловал его в Штейгеры, а затем в Главноеуправляющее. Занимался Альбертини тем, что собирал нефть на старых Сидоровских и Галинских скважинах и продавал на базаре Выжми. Альбертинию всех всё, что можно, покупает, но никому не платит, и револьвером выгоняет тех, кто просит у него свои деньги, пишет о нём Панкратов. Когда к Альбертини приехал судебный пристав, описывает за долги его имущество, Альбертини приставил к нему пистолет. Озорняка арестовали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok